Привет, друзья! Сегодня у нас отличный повод приготовить уху и шашлык из рыбы. Сегодня у нас дикая чавыча на 15 килограмм. Первым делом с нее нужно убрать чешую, выпотрошить ее и подготовить к дальнейшей готовке. Да, хотел бы я сказать, что я поймал такую, но если мне нужны качественные продукты, то я заказываю их в магазине Даль Рыбхоз. Смотрите, какая красавица. Даль Рыбхоз – это магазин доставки рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока, с края дикого лосося, поэтому они действительно знают истинный вкус продукта. Магазин давно работает на рынке и готов доставить вам не только дикую рыбу, но и стейки из нее, камчатского краба, гребешки и другие морепродукты. Также у них очень вкусная красная икра. Ну а для моих подписчиков в Даль Рыбхоз подготовили специальное предложение по промокоду TICHON, о котором вы узнаете, если перейдете по ссылочке в описании. К тому же они работают не только с частными лицами, но доставляют по всей России, в том числе для сегмента хорика, поэтому это предложение будет интересно не только простым людям, но и ресторанам. Давайте готовить! Ну все, самое трудное позади. Рыбу мы разделали. Теперь нужно сделать бульон для нашей будущей ухи, поэтому первым делом ставим кипятиться воду в казане, отправляем туда голову, хребет и все обрезки, которые остались от рыбы. Казан у нас на 12 литров, воды я налил 6. Отправляем вывариваться голову, обязательно вырезаем из нее жабры, пластовую часть, плавники и хребет. Добавлю одну луковицу и морковь. Лук даже не чищу. И обильно все посолить. Главное не перебрать. Закрываю крышкой и вывариваю полтора часа. Нам нужен хороший наваристый бульон. А мясо с хвостовой части пока отставим в сторону, оно пойдет на свуху во второй этап. Пока варится бульон, подготовим рыбу на шашлык. Будем нарезать ее стейками, ведь жарить ее можно как на решетке, так и на шампурах. Нам нужны хорошие, аппетитные кусочки. Здесь получится три хороших куска. Я думаю, этого количества на шашлыки нам хватит. Оставшуюся рыбу можно посолить или закоптить. Если вам интересно, как это делаю я, ставьте лайки. Снимем об этом тоже видео обязательно. Чавыча, особенно дикая, рыба деликатная. Сильный маринад ей не нужен. Достаточно соли и перца. Но для того, чтобы она не разваливалась во время жарки и была такая поплотнее, у меня есть своя небольшая хитрость. Первым делом, конечно же, ее немножко посолить. Я делаю это сразу. И немного свежемолотого перца. И сбрызгиваю небольшим количеством сока лайма. Именно кислота поможет сделать мясо немного плотнее. Но совсем чуть-чуть, чтобы не перебить вкус рыбы. И складываем в миску. Очень важно, я не снимаю шкурку. Она во время жарки поможет кускам быть плотнее и лучше держаться на шампурах или решетке. И сразу немного сбрызгнуть растительным маслом, чтобы во время жарки задать хорошую корочку рыбе. В таком маринаде нужно держать не больше 4 часов. После этого можно жарить рыбу. Достаточно, на самом деле, и получаса для того, чтобы рыбка приобрела приятный вкус и структуру. Ароматы бульона стоят неимоверные. Это значит, что пора подготовить остальную часть для закладки во второй этап приготовления ухи. Первым делом порублю зелень, петрушка и побольше укропа. Это то, что мы будем посыпать в тарелку. И пару зубчиков чеснока. Для того, чтобы картошка и морковь во время приготовления ухи не разваривалась, их нарезают крупными кусками. Для моркови это могут быть половины или целые кружочки. И картофель. И ту филейную часть рыбы, которую мы оставляли для супа, также нарезаем крупным кубиком. Здесь уже можно мясо снять с кожи. Супер! И переходим к следующему этапу. Вытаскиваем голову и хвост. Пускай остывают. И отправляем вариться картофель. Теперь картошка будет вариться и напитываться именно рыбным бульоном. Через 15 минут можно добавить морковь. И еще через 5 минут отправляем рыбу. Пошла красотка! Ну и какая же уха без рюмашки? Обычно это делают для того, чтобы убрать запах тины у речной рыбы. У нас сегодня рыба благородная, но тем не менее этот привкус уже как-то сроднился с ухой. Доведем до кипения и снимем с огня. Дадим ей настояться. За это время подготовим остальные блюда. Суп готов. Шашлык на подходе. Для того, чтобы соблюсти комплексный обед, суп, салат и второе, нам нужно приготовить салат. Тем более я вам говорил, что у компании для рыбхоз отличные морепродукты. Сегодня они нам прислали краба для салата. Будем готовить крабовый салат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бесподобный салат. Переходим к шашлыку. В шашлыках из рыбы главное их красиво подать. Теперь шампур. Аккуратно проходим сквозь кусок рыбы, чередуясь с цитрусовыми. Вот это суши. Отправляем жариться на хорошо разогретые угли в начале и шкуркой вниз. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки и ваши комментарии. Давайте пробовать. Как хорошо, ароматно. Бесподобно, друзья. На этом у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok